Добрый день! Сегодня у нас первая лекция состоится по теме, посвященной предпосылкам кризиса 2020 года. Значит, первая тема – причины и природа глобального кризиса 2020 года, экономические основания и пандемия. Первая лекция будет посвящена предпосылкам этого глобального кризиса, не непосредственным его причинам, не тому, как он развертывался, а что к нему вело, как у нас развивалась мировая экономика после предыдущего кризиса, который был в 2008-2009 годах. Для описания того, что происходило в посткризисный период, использовался широко такой термин, как «новая нормальность». Почему заговорили о новой нормальности? Почему нельзя было говорить о том, что просто всё нормально? А потому что на самом деле всё было ненормально. И для того, чтобы не произносить неприятные слова о том, что всё ненормально, изобрели вот этот термин «новая нормальность». А в чём заключалась эта новая нормальность? Она заключалась, во-первых, в снижении темпов экономического роста в мировой экономике. И особенно это сильно затронуло развитые страны Европы. Одновременно с этим происходило замедление роста дохода населения. Причём не просто замедление роста доходов, но и углубление дифференциации доходов. Доходы наименее оплачиваемых групп населения не росли совершенно. Доходы среднеоплачиваемых почти не росли. И довольно заметно росли только доходы наиболее высокооплачиваемых слоёв населения. Следующий признак новой нормальности – это рост волатильности, то есть сильных ценовых колебаний на основных рынках. На сырьевом рынке, на рынке нефти и газа, на фондовом рынке колебания стали значительно более сильными, чем в предшествующий период. Для этого есть статистические подтверждения, которые показывали, что размах колебаний цен стал гораздо больше, чем он был в предшествующий период. Наконец, немаловажный признак новой нормальности – это ослабление традиционных инструментов государственного регулирования экономики. Манипулирование ставкой процента, нормы резервирования коммерческих банков, купли-продажи государственных долговых обязательств. Государственных облигаций, проще говоря. Изменение ставок налогообложения – все это продолжало работать, но оказывало, скажем так, более вялое влияние на то, что происходило в реальной экономике. Как же развивалась мировая экономика после кризиса 2008-2009 годов? Мы можем посмотреть на показатели реального валового внутреннего продукта Соединенных Штатов за 1996-2007 годы. Ну, тут взято два одинаковых временных периода в 11 лет. 1996-2007 и 2008-2019. Как мы видим, темпы роста реального валового внутреннего продукта США упали более чем вдвое. Реальный мировой ВВП тоже замедлился. Не вдвое, но все-таки замедлился. В 11-летие предшествующий кризису он вырос более чем на 50%, а в посткризисный период только на 34%. Но при этом можно обратить внимание вот на что. Значительно увеличивались темпы роста денежной базы Федеральной резервной системы США. А вот индекс потребительских цен сократился. Вместо инфляции в целом ряде стран наблюдалась дефляция, то есть сокращение цен. И это, в общем-то, для экономического развития не очень хорошо. Сильная инфляция вредна, безусловно, для экономики. Но и сокращение цен тоже, потому что оно дестимулирует производителей. Если на продукцию, которую вы производите, цены падают, то, соответственно, падают и ваши доходы, и у вас нет интереса развивать производство в таких условиях. Вот так сложилась эта ситуация. Эти данные статистические затем нам пригодятся, когда мы начнем разбираться, что происходило с деньгами в этот посткризисный период 2008-2019 год. Процессы, которые происходили на денежном рынке, как раз и относятся к неустраненным причинам кризисов финансовой системы. За пределами кризиса 2008-2009 годов, как можно увидеть на графике, который здесь представлен, происходит накачка экономики деньгами, гораздо более интенсивная, чем в предшествующие 11 лет. Вот красной линией здесь проведен индекс роста валового внутреннего продукта. И мы видим, что до 2008 года темпы роста валового внутреннего продукта и темпы роста денежной базы Соединенных Штатов практически совпадают. И это соответствовало теоретическим представлениям, господствовавшим в этот период, согласно которому темпы роста денег в экономике не должны превышать темпов роста валового внутреннего продукта. Иначе будет инфляция. Что мы видим в 2008 году? Мы видим резкое увеличение денежной базы для поддержки экономики деньгами. И действительно, это позволило вытащить экономику из кризиса. Но что происходит потом? Накачка экономики деньгами продолжается. Пусть не такими резкими скачками, как это было в 2008-2009, но довольно внушительными темпами. Только в 2014 году происходит некоторое такое замедление прироста денежной базы. Что это значит? А фактически это значит, что фундаментальные причины кризиса, который заставил вливать деньги в экономику, не ликвидированы, не преодолены. И приходится, несмотря на то, что кризиса вроде бы как нет, для того, чтобы удержать экономику от сползания в кризис снова, продолжать вливать деньги в экономику. Несколько слов о том, что такое денежная база. Это сумма наличных денег, счетов кредитных организаций, в первую очередь обязательных резервов коммерческих банков, которые хранятся в Центральном банке, и вложение этих самых банков в облигации Центрального банка, в государственные облигации. Ну и денежный агрегат М1, он включает в себя наличные деньги и деньги на текущих счетах, по которым нет транзакционных ограничений. То есть нет ограничений на снятие денег с этих счетов и пополнение этих счетов. В основном это текущие счеты. Что мы видим? Мы видим, что денежная база растет. То есть вроде как создаются все предпосылки для того, чтобы деньги лились в экономику потоком. И действительно, денежный агрегат М1 тоже подрастает, но отнюдь не такими темпами, как растет денежная база. Он растет значительно медленно. Почему? Почему так происходит? Для того, чтобы это понять, можно обратиться к другому денежному агрегату М2. Это более широкий денежный агрегат, включающий в себя наличные деньги, деньги на текущих счетах и еще на срочных депозитах. И оказывается, что рост денежной массы в этот период, исчисляемый агрегатом М2, был еще более медленным, чем М1. Но, естественно, вопрос, почему накачка деньгами экономики США и всей мировой экономики, а потому что значительная часть долларовой массы обращается не внутри Соединенных Штатов, а используется для расчетов на мировом рынке, почему это не привело к быстрому росту денежной массы и к инфляции? Стандартная неоклассическая теория утверждает, что рост денежной массы, превышающий темпы роста ВВП, непременно должен ввести к инфляции. А здесь мы видим два странных процесса. С одной стороны, денежная масса растет, обгоняя рост валового внутреннего продукта, а инфляции нет. При этом денежная масса растет, но растет медленнее, чем растет денежная база. Вот эта ситуация поставила денежные власти в тупик. И влиятельная британская газета Financial Times в своей статье, и возглавлявшая в 2017 году Федеральную резервную систему США Жанет Йеллен, признавались в том, что они не могут объяснить, почему рост денежной массы не приводит к инфляции в США. Я вот здесь привожу заголовки этих сообщений. Financial Times. Nobody seems to know why there is no US inflation. Никто не знает, почему нет, почему не наблюдается инфляция в Соединенных Штатах. И второй заголовок. Председатель Федеральной резервной системы Жанет Йеллен признает, что Федеральная резервная система не знает, почему инфляция находится ниже, чем целевая 2%. Они этого объяснить не могли. А что же происходило? Почему деньги вели себя вопреки стандартной неоклассической теории? Я, кстати, хочу заметить, что хотя деньги вели себя вопреки стандартной неоклассической теории, тем не менее денежные власти США продолжали накачивать экономику деньгами, как будто они не опасались инфляции. Я могу сказать, почему. Потому что наряду с стандартной неоклассической денежной теорией в последнее время получила хождение так называемое MMT, Modern Monetary Theory, новая денежная теория, современная денежная теория, которая говорила, что экономику нельзя переполнить деньгами, потому что в экономику будет вливаться ровно столько денег, экономика будет принимать в себя ровно столько денег, сколько ей требуется, на сколько она предъявляет спрос. Поэтому сколько денег в нее не накачивает, инфляции не будет. Просто экономика примет в себя ровно ту сумму, которая ей нужна. И отчасти это подтверждается. Куда делись те деньги, которые должны были пополнить денежную массу, находящуюся в обращении? Они оказались в избыточных резервах кредитных организаций США. Мы видим вот на этом графике, что до 2009 года, 2008 года, ну по крайней мере за предшествующие 20 лет с лишним, избыточных денежных резервов в банковской системе США практически не было. И вдруг в 2008 году они начинают резко расти. И сюда, оказывается, и попала часть триллионов, которые напечатала Федеральная резервная система. Ну, напечатала это, конечно, образное выражение, потому что сейчас наличные никто не печатает в колоссальных объемах, чтобы влить их в экономику. А в основном это безналичные деньги, в основном это кредитные ресурсы, ну или государственные облигации, которые тоже выпускаются в безналичной форме. Но оказалось, что и это неполное объяснение, потому что в избыточные резервы банков попала только часть денег, которые выпустила Федеральная резервная система. Вот цифры, которые взяты из той таблички, которую я приводил в начале. С 2008 по 2019 год денежная масса М2 выросла на 106%, а мировой реальный ВВП вырос на 34%, индекс потребительских цен на 22,4%. Огрубляя, можно сказать, что инфляция это примерно рост денежной массы минус рост ВВП. Тогда инфляция должна была бы быть на уровне 72% за весь период, а не 22,4%. То есть она должна была быть около 4,6% в год, а ее фактический темп остается 1,7% в год. Куда же пропало еще 2,9% инфляции в год? Вот именно этого на самом деле не могли объяснить американские денежные новости. Про избыточные резервы банков они знают. И на этот вопрос отвечает концепция инфляции фондового рынка Академика Маевского. Что это за концепция? Академик Маевский утверждает, что поток денежной массы на современном рынке устремляется прежде всего в тот сектор экономики, цены на котором не учитываются при расчете индекса потребительских цен. Речь идет о мировом фондовом рынке. Ну, это такой небольшой пустячок, который примерно в 7-8 раз по объему превышает мировой ВВП. И вот лишь небольшой ручеек течет на рынок прочих товаров и услуг. Причем этот рынок товаров и услуг получает приток денежной массы примерно в соответствии с темпом роста ВВП. И поэтому никакой особой инфляции нет. Она может так немножко увеличиться, что мы наблюдаем сейчас. Но не очень значительно. Почему так происходит? Почему дополнительная денежная масса переливается в первую очередь на фондовый рынок и не попадает на рынок товаров и услуг? В объяснении этого процесса отчасти правильную догадку выдвигает вот эта современная денежная теория, Modern Monetary Theory. потому что рынку товаров и услуг, реальному сектору экономики, эти деньги не нужны. Они там избыточны. Почему там они избыточны? А потому что в реальном секторе экономики происходит хроническое перенакопление капитала. Проще говоря, если туда попадают новые деньги и создаются новые капиталы, то эти капиталы невозможно применить с достаточной прибылью. Речь идет о хронической ситуации перепроизводства и, соответственно, перенакопление капитала. Реальному сектору дополнительный капитал в целом не особенно нужен. Это не значит, что он не нужен совсем. Да, в каких-то пределах он нужен, в каких-то пределах происходит рост реального сектора, и, соответственно, нужны инвестиции, капитальные вложения, но немного. Нужна довольно ограниченная сумма для этих целей. И на большую сумму реальный сектор экономики спроса на деньги не предъявляет. И все вот эти остальные деньги, которые выпускает Федеральная резервная система или Центральный банк любой другой страны, они льются на фондовый рынок. А почему именно туда? А потому, что фондовый рынок за последние где-то 30-40 лет превратился в главный источник перераспределения прибыли. Именно через фондовый рынок основная часть прибыли попадает в руки тех, кто ее присваивает. В первую очередь в руки крупнейшего финансового капитала. Я скажу больше того. Перед кризисом 2008-2009 годов не финансовые корпорации Соединенных Штатов больше половины своей прибыли получали не от своей основной деятельности, а извлекали с фондового рынка. Сейчас этот процент сократился довольно сильно. Он в конечном итоге упал где-то всего до 20%. Но тем не менее, даже для нефинансовых корпораций это очень важный источник прибыли. То, что они получают с фондового рынка. И я хочу заметить, что где-то до начала 90-х годов отношения нефинансового сектора с финансовым сектором строились таким образом, что нефинансовый сектор был по отношению к финансовому сектору чистым должником. А перед кризисом 2008-2009 года он превратился в чистого кредитора. То есть нефинансовый сектор сам стал поставлять деньги на финансовый рынок. Вот насколько велико значение финансовых инструментов, которые обращаются на фондовом рынке для современной экономики. Современная экономика, конечно, не живет за счет фондового рынка. Фондовый рынок ничего не производит. Но это важнейший канал перераспределения денег. Важнейший канал перераспределения прибыли и главный конечный пункт присвоения этой прибыли. Поэтому, кстати сказать, очень вот с такой фундаментальной точки зрения крайне наивные представления людей, которые полагают, что если они имеют какие-то сбережения, если с ними они кинутся на фондовый рынок, то там они могут заработать. Да, отдельные инвесторы, отдельные трейдеры на фондовом рынке действительно могут заработать и заработать много. Фондовый рынок, в отличие от реального сектора экономики, дает возможность сумасшедших заработков. Но он дает эту возможность ничтожному меньшинству индивидуальных инвесторов. Потому что 80% капиталов, обращающихся на фондовом рынке, это капиталы крупнейших финансовых фондов и банковских корпораций. Именно они правят балл на этом фондовом рынке. Именно они двигают цены на фондовом рынке. И 90% индивидуальных инвесторов являются жертвами этого крупного капитала. Они теряют свои сбережения, с которыми они пришли на фондовый рынок, и вылетают оттуда. Есть элементарная статистика. Даже если бы простой инвестор получал бы на фондовом рынке доход, точно равный среднему темпу роста капитализации этого фондового рынка, то он бы мог довольно прилично жить. По крайней мере, лучше, чем если бы он положил эти деньги в банк. Ну, грубо говоря, если вы сейчас понесете в России деньги и получите их в банк, вы получите 5-6% годовых на свой депозит. Если вы придете на фондовый рынок, то вы увидите, что средний рост капитализации фондового рынка составляет где-то 10-12%. Казалось бы, это намного выгоднее, даже если вы средний, невыдающийся трейдер. Но на самом деле вы не получите среднюю доходность на фондовом рынке. Почему? А потому что крупнейшие финансовые воротилы получают на фондовом рынке доход значительно выше среднего. Откуда ему взяться? Из нашего кармана. Больше неоткуда. Рынок, фондовый рынок, это машина по отъему денег крупным капиталом у мелких инвесторов. И ни для чего другого он больше не существует. Я имею ввиду вторичный фондовый рынок. Ну, первичный фондовый рынок, когда там компании выходят на рынок со своими акциями и облигациями, он служит для них для того, чтобы привлечь капитал за счет продажи ценных бумаг. Но затем, когда эти бумаги уже начинают самостоятельно обращаться, это вторичный фондовый рынок, вот здесь это только машина по отъему денег крупным капиталом у мелких собственников. Да, я повторю, отдельные мелкие инвесторы могут на этом рынке заработать. Самые хитрые, самые изворотливые, с самой развитой интуицией, самые образованные могут пристроиться к крупным акулам вовремя и немножко слезнуть прибыль, следуя за ними, как рыба прилипала за акулой. Но подавляющим большинству это не удается. Потому что против них играют великолепно подготовленные профессионалы, лучшие профессионалы на рынке с колоссальным объемом денег. И этот колоссальный объем, даже если бы они не были семи пядей во лбу, позволяет им двигать цену куда угодно. И таким образом в любом случае играть против мелких инвесторов. Так что фондовый рынок это очень важная машинка для крупного капитала, которую крупный капитал всегда будет поддерживать, в том числе и дополнительные денежные массы. Вот для этого она туда и льется. Что из себя представляет мировой фондовый рынок? Ну обычно когда говорят о фондовом рынке все вспоминают биржу. Но на самом деле биржевой фондовый рынок это примерно в разные периоды времени от 9 до 11 процентов всего мирового фондового рынка. А основной объем фондового рынка это внебиржевой рынок. причем это внебиржевой рынок не основных ценных бумаг таких как акции и облигации а производных ценных бумаг или деривативов. Именно они составляют львиную долю внебиржевого фондового рынка. Это кредитные свопы, это валютные свопы, это фьючерсы на акции, фьючерсы на товары и так далее. Объем этого рынка колоссальный. Вот наверху строчка мировой ВВП в 2019 году 87,345 триллиона долларов. А теперь посмотрите на диаграмму. Какие объемы внебиржевого рынка производных ценных бумаг. Мы видим, что объемы этого рынка стремительно росли перед кризисом 2008 года. Ну вот в пятом году, пожалуйста, на 30 июня эта цифра составляла 282 триллиона долларов. А в 2008 тоже на 30 июня уже 672 триллиона долларов. В два с полной раза больше. Кризис немножко охладил этот рынок. можно видеть, что с колебаниями он находится примерно на одном и том же уровне, где-то между 550 и 700 триллионов долларов. Но это все равно в несколько раз больше, чем весь мировой ВВП. Этот рынок, это рынок, который совершенно оторвался от реальной экономики, который ни в каком соответствии фактически с реальной экономикой не стоит. Это чисто спекулятивный рынок. Это рынок игры на отъем денег друг у друга. Это чисто перераспределительный перераспределительный сектор. У биржевого рынка связь с динамикой мирового ВВП в какой-то степени сохраняется. Хотя и биржевой рынок тоже оторван от мирового ВВП. сейчас объем мирового фондового рынка колеблется от 40% мирового ВВП до 200 с лишним процентов мирового ВВП. То есть поведение ценных бумаг на рынке оказывается довольно сильно отклоняющимся от динамики валового внутреннего продукта. Этот разрыв фиксируется так называемым индикатором Баффета. Для рынка соединенных... Ну, Уоррен Баффетт это один из самых крупных и удачливых финансовых спекулянтов в мире. он обеспечил своему фонду Бергшир Хэтэвэй среднегодовую доходность на длительном периоде за несколько десятков лет около 20%. Для сравнения индивидуальный инвестор американский на американском рынке за этот же период получал среднегодовую доходность 2,9%. Вот так. Это правда чуть побольше чем он получил бы в банке но согласитесь 2,9% при том что рынок в среднем за этот же период с учетом инфляции американский рост за эти несколько десятков лет в среднем на 6,4% в год это означает что средний инвестор получал доход более чем вдвое ниже чем средняя доходность на рынке Вот неумолимая статистика Индивидуальный инвестор не может рассчитывать даже на среднюю доходность Он получает более чем вдвое хуже Так вот есть такой индекс как Wilshire 5000 Total Market Это взвешенный индекс рыночной стоимости всех компаний которые торгуют в Соединенных Штатах Ну их там чуть больше 5000 Отношение этого индекса к валовому внутреннему продукту и есть индикатор Баффета По состоянию на 16 августа 2021 года этот индекс Wilshire 5000 оценивался примерно в 46,38 триллиона ВВП США во втором квартале составил 22,72 триллиона Таким образом 16 августа индикатор Баффета достиг отметки 204,1 процента То есть капитализация ценных бумаг на американском фондовом рынке вдвое превысила американский ВВП Но для сравнения на пике кризиса 2008-2009 годов капитализация ценных бумаг составляла около 40 процентов американского ВВП То есть эти ценные бумаги были явно недооценены Хотя степень этой недооценки не настолько велика как можно судить по цифре 40 процентов Потому что ценные бумаги которые торгуются на американской бирже представляют отнюдь не всю американскую экономику а только крупные корпорации Ну и средние тоже То есть все те которые выпускают акции на открытый рынок в свободное обращение Все остальное на этом рынке не торгуется Хотя валовый внутренний продукт производят Так что на самом деле падение фондового рынка на величину 40 процентов от вала внутреннего продукта это не совсем не совсем обесценение акции облигаций до 40 процентов Не совсем так Что же происходит вот с этим отрывом О чем говорит этот индикатор Баффет Вот он показан этот индикатор как мы видим в 50-60-е годы он колеблется в 70-е в 80-е годы и даже в начале 90-х он колеблется на уровне меньше чем валовый внутренний продукт И его динамика примерно соответствует линии тренда ну со значительными довольно отклонениями но примерно соответствует линии так сказать тренда долгосрочного долгосрочной динамики фондового рынка Первый раз мы видим резкий отрыв капитализации фондового рынка от валового внутреннего продукта во время кризиса доткомов 2000-го года Тогда на пике он достигал 168% от валового внутреннего продукта И именно в этот момент когда он достиг пика фондовый рынок обвалился перед кризисом 2020-го года индекс Баффета задрался еще выше он достигал где-то порядка 170-175% от ВВП и в 2020-м году наступил обвал и наконец сейчас этот рынок этот индикатор индикатор Баффета подскочил до исторических максимумов превышая 200% от валового внутреннего продукта и при этом он подскочил значительно выше чем общая линия тренда этого индекса о чем это нам говорит некоторые считают что такая ситуация означает что фондовый рынок резко перегрет что является правдой и это свидетельствует о том что назрело время для резкого обвала фонда рынка а вот это уже не совсем так этот индекс не является стопроцентно надежным индикатором обвала фондового рынка потому что если в 2000 году мы видим что действительно с пика этого индекса рынок действительно обвалился вниз резко то в 2008 году этот индекс не находился на пике а обвал тем не менее был очень глубокий накачка фондового рынка деньгами может предотвратить такой обвал хотя в конечном итоге она будет создавать предпосылки для еще более серьезного кризиса почему после кризиса 2008 2009 года циклического кризиса перепроизводства который был только спровоцирован кризисом на ипотечном рынке Соединенных Штатов почему после этого кризиса 11 лет не наступал следующий циклический кризис надо сказать что экономисты начали предрекать ну многие предрекают кризис каждый год и в конце концов они когда-нибудь окажутся правы это очень простой расчет но серьезные эксперты начали предрекать наступление нового кризиса уже в 2016 2017 годах а что же происходило в этот период времени в 2014 федеральная резервная система прекратила наращивать денежную массу и даже начала некоторое ее сокращение больше того в начале 2018 года федеральная резервная система начала повышать процентные ставки еще более затрудняет доступ к деньгам однако несмотря на то что денежную массу прекратили наращивать никакого обвала на фондовом рынке не наблюдалось вроде бы из этого можно сделать вывод что накачка денежной массы совсем не обязательно для поддержания здоровья рынка но на самом деле все обстоит не так просто современный рынок это мировой рынок и эстафет от федеральной резервной системы в 2000 в начале 2015 года принял европейский центральный банк вот здесь есть диаграмма которая показывает или график точнее которая показывает что на рубеже 2014 2015 года европейский центральный банк начал заливать экономику деньгами ну конечно евро это не доллар но он тоже играет в мировой экономике довольно существенную роль 20 с лишним процентов расчетов на мировом рынке происходит в евро вот и естественно он влияет на здоровье европейской экономики очень сильно и поскольку европейская американская экономика очень сильно связана он конечно влияет на ситуацию на американском рынке и вот это вливание дополнительных денег европейским центральным банкам оно и обеспечило нормальную ситуацию на мировых фондовых рынках до конца 2018 года в конце 2018 года европейский центральный банк как здесь тоже видно на этом графике остановил прирост денежной массы сокращать он ее вроде как не начал но прирост остановил и что же произошло у нас мировой фондовый рынок сразу же повалился вниз в конце 2018 года это был момент когда очень многие кричали что вот кризис наступает однако федеральная резервная система сразу ответила на эту ситуацию резким снижением банковской ставки этого оказалось недостаточно и тогда осенью 2019 года федеральная резервная система вновь включила печатный станок ну печатный станок условный конечно это в первую очередь кредитный ресурс с 17 сентября до начала октября федеральная резервная система влила в финансовый рынок 184 миллиарда долларов это в несколько раз больше чем за аналогичные периоды во время кризиса 2008 2009 и это в отсутствии реального кризиса после спада в конце 2018 года в 2019 году удалось удержать фондовый рынок от обвала он начал потихоньку расти и тем не менее ФРС печатает дополнительные деньги печатный станок в 2019 году работал быстрее примерно в 7 и 60 раза чем в то время когда официально был кризис и ФРС наранчевал денежную массу колоссальный объем вкидыв вбрасывается на рынок для чего а потому что ситуация действительно кризисная если не вбрасывать деньги рынок обвалится рынок действительно перегрет мировая экономика замедляется настроение инвесторов весьма тревожный достаточно любого повода чтобы рынок обвалился тем более что еще одной предпосылкой дестабилизации мировой экономики тесно связанной с наращиванием денежной массы является рост кредитной нагрузки мировой экономики ну естественно если мы прибегаем к выпуску кредитных денег кредитной миссии проводимой как центральным банком так и коммерческими банками опираясь на очень низкие процентные ставки то есть на дешевые деньги на дешевый доступ к деньгам то в мире растет уровень задолженности вот здесь на графике и на диаграмме представлен рост долговой нагрузки в мировой экономике в целом начиная с 2012 мы видим что долг с 200 с небольшим триллионов долларов в мировой экономике вырос более чем до 240 триллионов долларов в 2019 году но в 17 18 году прирост долга немножко замедлился как раз когда ФРС перестал бешено накачивать экономику деньгами произошло некоторое замедление прироста этого долговой нагрузки но тем не менее она осталась очень высокой около 320 процентов ВВП мирового а надо сказать что перед кризисом 2008 2009 года уровень долговой нагрузки представлял собой цифру значительно меньшую где-то порядка 240 процентов ВВП мирового но и то мы видим что долг в несколько раз превышает мировой ВВП в несколько раз понятно что ни одна страна и ни один ни одна компания не может расплачиваться со своими долгами всем производимым продуктом сразу она будет всегда расплачиваться частями и поэтому долг превышающий в три раза мировой ВВП ни за три года ни за пять лет ни за десять отдать невозможно это очень долгосрочный долг это очень высокая степень задолженности и это конечно означает что и долговая нагрузка очень многих компаний тоже запредельно высока как ни странно фондовый рынок не обязательно за это наказывают конечно существует так называемый фундаментальный анализ фондового рынка когда инвесторы изучают финансовую отчетность компании и конечно они предпочитают вкладываться в те компании у которых долговая нагрузка не очень высокая но для тех кто занимается короткосрочной торговлей на фондовом рынке это значение не имеет цены акций компаний даже убыточной и сидящей по уши в долгах могут быть раздуты до небес финансовыми спекулянтами и они на этом вполне могут сыграть их не волнует что там в реальности происходит с бизнесом этой компании главное как можно с этими акциями поспекулировать на фондовом рынке вот что самое главное поэтому для фондового рынка долговая нагрузка не является критическим показателем но для экономики в целом она играет очень большую роль и надо сказать что сейчас очень высока долговая нагрузка многих банков особенно европейских и резервы этих банков сейчас упали до величины примерно в 3-4% по крайней мере у некоторых из них крупных банков 3-4% их обязательства когда в 2008 году очень крупный банк Lemon Brothers имел резервы в 3% по отношению к своим обязательствам обвал на рынке ипотечных ценных бумаг привел к тому что он не смог расплатиться по этим обязательствам и оказался банкротом и такая ситуация грозит многим банкам в настоящее время а банкротство банков по цепочке может привести к банкротству многих компаний практически весь 2019 год прошел под знаком дискуссии между экономистами о том придет ли кризис и если да то когда он придет все видели что с рынком творится что-то не ладно ответы на этот вопрос давались разные многие излучали оптимизм утверждали что существующая либеральная модель вне опасности что рычагов регулирования у государства достаточно что экономика в целом здоровая и самое главное это не предпринимать никаких резких шагов там связанных с усилением государственного вмешательства или с социальными программами программами и тогда все будет хорошо некоторые прибегали к прогнозам ну чисто апокалиптическим все рухнет доллар перестанет быть мировым платежным средством обесценится чуть не до нуля вся мировая финансовая система развалится и так далее ну большинство держалось так сказать умеренной линии вот есть у нас новая нормальность ситуация нерадостная в экономике стагнация но как бы вот будем теперь с этим жить ну были и другие оценки конечно которые показывали что та неолиберальная модель которая функционирует в экономике большинства стран она подошла к исчерпанию и возможные варианты ее трансформации либо по пути роста социализации экономики либо в направлении консервативного либерализма в направлении закручивания гайек под флагом свободной рыночной экономики в конце концов рискованность ситуации и угроза нового кризиса стали осознаваться и международными финансовыми организациями их официальные лица забили тревогу в январе двадцатого года директор распорядителя международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила что ситуация в мировой экономике напоминает канун великой депрессии 1929 1923 годов и она оказалась права то что я вам сейчас рассказывал это такие скажем так скучные финансовые материи графики цифры может быть не совсем понятные для многих термины касающиеся того что происходит на денежном рынке но в целом они описывают ситуацию если ее резюмировать следующим образом если раньше мировой рынок уже многие десятилетия не мог существовать без государственного регулирования не мог существовать без того чтобы государство так или иначе влияло на процессы которые происходят на мировом рынке в том числе и на мировом финансовом рынке то с рубежа 2008 года мы видим существенное изменение ситуации мировой рынок не может дальше существовать и развиваться не просто без государственного регулирования а без государственного допинга если так можно выразиться без постоянного вливания в экономику дополнительных порций денежной массы и чем сложнее ситуация в экономике тем большей порции денежной массы туда приходится вливать для чего нужен этот допинг он как выясняется нужен не для развития реального сектора экономики никакой особой пользы реальному сектору экономики вот эти вливания огромных масс денег не приносят больше того мы видим замедление темпов развития реального сектора экономики при всем при том что современная экономика трактуется как инновационная и мы действительно наблюдаем непрерывный поток инноваций никаких глубоких технологических перемен мы не наблюдаем да мы видим очень много новых и даже принципиально новых технологий которые появились за последние там 20-30 лет мы видим фактически формирование нового технологического уклада но этот уклад занимает в экономике ничтожное место все основные технологические процессы остаются старыми даже в сфере информатики и телекоммуникации все основные технологические процессы которые сейчас используются были разработаны лет 20 назад а то и больше да они конечно совершенствуются в деталях но в основе сварений ничего принципиально нового не появляется что же касается производственного сектора транспорта строительства мы видим здесь те же самые технологии которые господствовали 50 60 70 и больше лет назад есть принципиально новые технологии да есть пожалуйста появилось 3D принтирование технология которая естественно 50 лет назад не существовала но она занимает очень скромное место а что еще появилось в принципе промышленные роботы так они известны с 70-х годов прошлого века и даже в промышленности в обрабатывающей промышленности промышленные роботы ну относятся к совокупной промышленной рабочей силе в лучшем случае как несколько процентов это в самых развитых странах то есть никакого переворота в промышленности они не совершили разговоры так называемой индустрии 4.0 который будет совершенно безлюдный будет базироваться на искусственном интеллекте который будет объединять так сказать клиентов корпораций субпоставщиков и потребителей при помощи так сказать встроенных датчиков контролировать технологические процессы при помощи промышленного интернета вещей связывать эти технологические процессы и управляющих этими процессами между собой и так далее пока только проекты то есть да новое создается но оно не совершает переворота в основе производства а зачем же тогда нужны эти колоссальные массы денег для того чтобы поддерживать финансовый рынок в первую очередь фондовый рынок ну и кредитный рынок тоже а почему потому как я уже сказал что именно фондовый рынок и господствующие на нем крупнейшие финансовые капиталы превратили его в главный инструмент перераспределения создаваемой в экономике прибыли в свою пользу на самом деле эта тенденция начала формироваться еще на заре 20 века но тогда она выглядела как некое скажем так не то чтобы исключение из правил но некая так сказать надстроечка над морем обычной экономики но постепенно эта надстроечка сравнялась с традиционной экономикой если так можно называться где-то к началу 70-х годов это произошло а затем превзошла ее и сейчас она превосходит реальную экономику уже в несколько раз цифры я вам приводил во сколько раз рынок ценных бумаг вообще финансовый рынок туда можно добавить еще и много другого потому что я показывал только вне биржевой рынок производных ценных бумаг а есть еще и биржевой рынок есть еще кредитный рынок есть еще страховой рынок если все элементы финансового рынка объединить то мы увидим что финансовый рынок колоссально превосходит реальный сектор экономики почему так произошло почему надулся этот гигантский финансовый пузырь а потому что именно потому что пробуксовывает реальный сектор именно потому что происходит перенакопление капитала в реальном секторе именно потому что реальный сектор не может обеспечить высокие темпы экономического роста и достаточную прибыльность и капитал уходит на финансовый рынок но Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая напоминает ситуацию с наркоманом, которому каждый раз нужна для того, чтобы прийти в себя, все больше и больше дозы наркотиков. И здесь для того, чтобы фондовый рынок не обвалился и продолжал функционировать, его все больше и больше надо накачивать деньгами. Может эта ситуация продолжаться до бесконечности? Нет, не может. Для того, чтобы этот инструмент, финансовый рынок продолжал функционировать, его время от времени придется обваливать. То есть периодические кризисы финансовому рынку гарантированы. И чем выше он взлетает сейчас, тем глубже будут обвалы. Это не значит, что механизм мирового рынка и финансового рынка в том числе развалится. Нет, он не развалится сам по себе от того, что происходят такие тенденции. Но он теперь станет функционировать иначе, чем он функционировал раньше. Нам надо будет считаться с той новой нормальностью, что финансовые кризисы теперь будут происходить гораздо более разрушительные. И то, что произошло в марте-апреле 2020 года покажется нам мелочью по сравнению с тем, что может произойти в перспективе. И взлеты финансового рынка будут больше, чем они были до того, и спекулятивная горячка будет гораздо больше, чем она была до того, но и обвалы будут гораздо глубже, чем они были до того. И эта ситуация будет не лучшим образом сказываться на реальном секторе экономики. Далеко не лучше. И опять-таки я могу прогнозировать, что то замедление темпов, которое наблюдалось в предшествующие 11-12 лет, это очень опасный симптом, который будет продолжаться дальше. Развитие которого будет продолжаться дальше. И вот эта уже серьезная проблема для мировой экономики, и как она на нее будет реагировать, вот от этого будет зависеть то, по какой траектории будет развиваться наша история. И ответ на этот вопрос, пожалуй, придется давать уже, когда наступит очередной циклический спад. То есть, примерно, грубо говоря, где-нибудь в 2027-2028 году. Точную дату я вам не назову, это примерный ориентир, так сказать, плюс-минус 1-2 года. Но где-то в это время придется решать, что делать. Продолжать вот эту вот горячку финансовую дальше. Продолжать накачивать, так сказать, кровеносные сосуды мировой экономики допингом финансовых вливаний. В надежде, что пронесет и что как-нибудь обойдется. Или предпринимать шаги, которые бы позволили оздоровить ситуацию и в реальном секторе, и на финансовом рынке. О том, какими путями это можно сделать, это особый разговор, который еще предстоит впереди. Но, во всяком случае, надо понимать, что то, что происходит сейчас на финансовом рынке, это не катастрофа. Мировой рынок еще не утратил способности к развитию. Он еще поддается регулированию, хотя и уже такими, я бы сказал, варварскими методами, как бешеная накачка деньгами. Но возможности эти не бесконечны. Они в какой-то период подойдут к своему исчерпанию. Насколько опасна такая ситуация, насколько серьезные могут быть последствия, об этом говорит кризис 2020 года. Главный тезис, который относительно этого кризиса, я хочу озвучить сразу, еще до того, как на следующей репции этот кризис будет разбираться подробно, заключается в следующем. Причиной этого кризиса была не пандемия коронавируса. Экономика мировая в целом подошла к циклическому спаду. И финансовый рынок точно так же подошел к 2020 году в состоянии очень сильной перегреться. Все предпосылки для кризиса были налицо. Фактически можно сказать, что пандемия коронавируса не создала кризис, а наоборот сорвала нормальное течение циклического кризиса перепроизводства. Придала ему искаженную форму. Продолжение следует...